Как твое имя, отчество и фамилия? Меня зовут Жарыч Юрий Александрович. Туда, Юрский Михайлович. Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал? Я в город Харьков. Где ты учишься? Я учусь в Нечевском училище. Юра, мы сейчас с тобой проведем сеанс. Только смотри, пожалуйста, только на меня. Глаза мне смотреть. Глаза. Вперед. Сосредоточь все внимание на моей руке. И ты почувствуешь, что моя рука тянет тебя назад. Хорошо. Руки разверни. Вот так. Вот так. Ну, Юра, сосредоточься. Вот отсюда. Все напряжение на руки. Еще. Еще руки напрягаются. Еще напрягаются. Всю сих. Всю волю. Все твое горячее желание победить. Ты сейчас сосредотачиваешь на своих руках. Напрягаются руки. Все больше и больше напрягаются руки. Напряжение в руках. Еще. Еще напрягаются руки. Напрягаются руки. Еще. Смотри на руки. Смотри на свои пальцы. Пальцы напрягаются все больше и больше. Вот отсюда. Все напряжение сейчас перейдет. Вот сюда. На твои пальцы. Хорошо. Смотри на руки. Пальцы напрягаются. Ну-ка, Юра, сосредоточься. Я скажу три. И руки станут неподвижны. Внимание. Смотри на руки. Один. Два. Три. И руки неподвижны. Ты не можешь двигать руками. Ты пытаешься шевелить руками, но руки твои неподвижны. Тебе трудно сделать тонкое дифференцированное движение. Руки неподвижны. А сейчас я сниму это состояние, и ты будешь говорить только громко и четко, свободно и легко, не боясь своего голоса, своей речи. Если ты сейчас можешь говорить так, ты на всю жизнь можешь говорить. Громко и четко. Внимание. На меня смотри. При слове три я снимаю напряжение с твоих рук и с твоей речи. Раз. Два. Три. Громко и четко. Я могу говорить. Давай. Я могу говорить. Ты все 다시 догадываешься. Спуги ветви. Истины. Ему частый. Я могу говорить. Смотри, ты смотри на руки. Я не могу говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорога от станции шла через Игнатьева Поворачивала в сторону следу изгиба вороны В километре от хутор, где мы жили тогда До войны каждое лето И через глухой дубовый лес уходила дальше На Тамшино Обычно мы узнавали своих только тогда Когда они появлялись из-за широкого куста Возвышающегося посреди поля Если он от куста свернет в сторону дома То это отец Если нет То это не отец И это значит, что он не приедет уже никогда Простите, девушка, я на Тамшино правильно иду? Вам не надо было от куста сворачивать А это что? Что? Ну, что вы здесь сидите? Я здесь живу Где? На заборе живете? А я не понимаю, что вас интересует? Дорога на Тамшино или где я живу? А, здесь дом Представляете, взял с собой все инструменты, а ключ позабыл У вас случайно не найдется гвоздика или отвертки? Нет Нет, нет у меня гвоздика А что вы так нервничаете? Дайте руку Да давайте, я же врач Ну? Вы мне мешаете, я не могу сосчитать Ну что, мне мужа позвать, что ли? Да нет у вас никакого мужа Кольца-то нет Где кольцо обручальное Хотя сейчас редко кто носит Старики разве? А папиросу вас можно попросить? А почему вы такая грустная? Я не понимаю, почему вы так радуетесь? Да знаете, приятно упасть с интересной женщиной А знаете, вот я упал И такие тут какие-то вещи Корни, кусты А вы никогда не думали Вам никогда не казалось, что растения чувствуют Сознают Может даже постигают Деревья Орешник вот этот Это ольха Да это не важно Никуда не бегают Это мы все бегаем Суетимся Все пошлости говорим Это все от того Что мы природе, что в нас не верим Все какая-то недоверчивость Торопливость, что ли Отсутствие времени, чтобы подумать Послушайте, у вас что-то А, ну-ну-ну Я это уже слышал Мне это не грозит, я же врач А как же палата номер 6? Так это же он все выдумал Сочинил А знаете что? Приходите к нам в Тамшино Послушайте У нас там даже весело бывает У вас кровь Где? За ухом С другой стороны А А Послушайте Что то он Пожди А У вас А Спը А С Увас С Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье, одни на целом свете. Ты была смелей и легше птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены и в темноте светилась, и медленно клонилась нагота, и просыпаясь, будь благословенна, я говорил и знал, что дерзновенно мое благословенье. Ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола, и синевою тронутые веки спокойны были, и рука тепла. А в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брежели моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже, правой ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово «ты» раскрыла свой новый смысл и означала «Царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда, пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города, сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба последу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке. Дуня! Дуня! Ох ты, Господи! Дуня! Паша! Да что ж это, Паша? А теперь, Паша, Биби, Биби! Дуня! Пожар, только не орите! Пожар! Ах ты, Заня! Ну, попадись ты мне. А может, это не наш, Витька? А может, он там? Может, он сгорел? А Кланька где? А? Кланька? Кланька! Чего? Кланька! 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 Клэп-кки! Клэп-к khi? Клэп-к shapes. Клэп-клэп-кلэп! Клэп-клэп и меню смотреть. Продолжение следует... Папа... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Мария Николаевна. Где сверка, которую я вчера вычитывала? Я не знаю. Я ведь только неделю здесь. Я сейчас. Здесь Елизавета Павловна. Марусь, что? Что-нибудь в черних гранках? В Гаслитовском здании. Не нервничай. Надо посмотреть в шкафу, в наборном. Конечно, вы же сами их туда положили. Но ведь это же не беда, Маша. Маша. Господи, но ведь это же такое издание. Успокойся, Маша. Ой, это же в таком издании. Не все образуется, Маша. Любое издание должно быть без опечаток. Ой. Замолчи, идиотка. С squares. О navigate. Субтитры сделал DimaTorzok Что-нибудь случилось? Да нет, ничего страшного. Нет, ничего страшного, конечно, нет. Я просто хочу посмотреть. Может быть, я ошибаюсь? Нет, то есть я не ошиблась? Вот именно, Маша. Давай все по порядку. Нет, я лучше сама, я лучше одна посмотрю. Уж больно все срочно. Все спешат, всем нехали. Марусь. Вы думаете, я боюсь? Я понимаю, что не боюсь. Пускай другие боятся. Пусть будет так. Кто-то будет работать, кто-то будет бояться. Ну и что случилось? Случилось, только что случилось. Ведь всю ночь спечатали. Субтитры сделал DimaTorzok С утра я тебя дожидался вчера. Они догадались, что ты не придешь. Ты помнишь, какая погода была, как в праздник, и я выходил без пальто. Сегодня пришла и устроили нам какой-то особенно пасмурный день и дождь, и особенно поздний час. И капли бегут по холодным ветвям ни словом унять, ни платком утереть. Ну, Марш. Маш, ведь ничего же не было, а? Все в порядке? Нет, ну это была просто дикая ошибка. Мне даже тебе сказать неприлично. Ну тогда чего ж ты платишь? И что это меня вдруг кальнуло? Я даже видела, как оно набрано, как оно выглядит, это слово. Какое? Маш. Да. Хорошо. Это спирт. Тут немного, но все к делу. Ты же мокрая вся насквозь. Посмотри, на кого ты похожа, чучело. Ой, действительно, я же все промокла. Господи. Так, я, пожалуй, пойду в душ. Я, пожалуй, пойду в душ. Где же гребенка? Боже мой. Ты знаешь, на кого сейчас похожа? На кого? На Марию Тимофеевну. Какую Марию Тимофеевну? На. Что на? Это же гребенка, ищешь на. Слушай, ты можешь, наконец, нормально, какую Марию Тимофеевну? Ну, была такая Мария Тимофеевна Лебяткина. Сестра капитана Лебяткина, жена Николая Силовича Ставрова. Причем тут все это? Нет, я просто хочу сказать, что ты поразительно похожа на Лебяткина. Ну, хорошо. Допустим. А чем же именно я на нее похожа? Нет, все-таки, Федор Михайлович. Что бы ты тут ни говорила. Что я ни говорила? Лебяткин, принеси воды. Лебяткин, подавай башмаки. Вся только разница в том, что братец ей не приносит воды, а бьет ее смертным боем. А она-то думает, что все свершается по ее мановению. Ты прекрати цитировать и объясни, я не понимаю. Боже мой. Да вся твоя жизнь. Это принеси воды, да подавай башмаки. А что из этого выходит? Видимость независимости. Да и ты же пальцем шевельнуть попросту не умеешь. Если тебя что-нибудь не устраивает, или делаешь вид, что этого не существует, или нос воротишь. Чистюля ты. Кто меня бьет, что ты такой огородишь? Нет, я просто поражаюсь в терпении твоего бывшего муженька. По моим расчетам, он гораздо раньше должен был бы убежать. О, Промитьев. Я не понимаю, что он от меня хочет. А ты разве сознаешься когда-нибудь в чем, даже если сама миновато? Да никогда в жизни. Нет, это просто поразительно. Ведь ты же собственными руками создала всю эту ситуацию. Господи, да если ты не сумела довести своего дорожайшего супруга до этого твоего бессмысленного, эмансипированного состояния, то будем считать, что он вовремя спасся. А что касается детей, то ты определенно сделаешь их несчастными. Ты перестань уродствовать. Маша! 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 Ну что ты? Маша! Ну что ты и Богу! Оставь меня в покое. Земную жизнь, пройдя до половины, я заблудилась в сумрачном лесу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok О, Господи! Ты что, забыла? Я всегда говорил, что ты похожа на мою мать. Видимо, поэтому мы и разошлись. Я с ужасом замечаю, как Игнат становится все больше похожим на тебя. Да? А почему же с ужасом? Видишь ли, Алексей Александрович, мы с тобой никогда не могли по-человечески разговаривать. Даже когда я просто вспоминаю и детство, и мать, то у матери почему-то всегда твое лицо. А, впрочем, я знаю почему. жалко вас обеих, одинаково. И тебя, и ее. Почему жалко? Игнат, не валяй дурака. Оставь стакан на место. А ты ни с кем не сможешь жить нормально. Вполне возможно. Не обижайся. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования рядом должен всех осчастливить. Ты только требуешь. Это, наверное, потому, что меня женщину воспитывали. Кстати, если не хочешь, чтобы Игнат стал таким же, как я, выходи скорее замуж. За кого? Ну, это уж я не знаю. За кого. Или отдай Игната мне. Ты почему с матерью не помирился до сих пор? Ведь ты же виноват. Я виноват? В чем? В том, что она внушила себе, что лучше меня знает, как мне жить? Или что, в конце концов, может сделать меня счастливым? Тебя счастливым? Ну, во всяком случае, что касается матери меня, то я острее все это чувствую, чем ты со стороны. Что, что, что? Что ты чувствуешь острее? А то, что мы удаляемся друг от друга. И что я ничего не смогу с этим сделать. Но что? Я не знаю, что я не знаю. Не знаю, где я. Мне говорит, «Ну, ребята, я не буду срабатывать их». Ну, я передаю их. Говорит, «Мария, ven aquí, Мария!» «Что случилось?» Слушай, Наталья, отвлеки его как-нибудь. Он опять начал рассказывать об Испании. Все заведутся, кончатся все это скандалом. Хорошо. Я вот о чем тебя попросить хотела. У нас сейчас в квартире ремонт. Игнат очень хочет с тобой пожить неделю. Как ты на это смотришь? Ну, конечно, с удовольствием. Буду очень рад. Продолжение следует. Что он говорит, Ангел? Он показан из-за имени твой материн, Паломо Линарез. Ключ! «Аль, публиколи!» «Есо, прямо, eso, есть Паломо Линарез. «Буэно, ла корридо муѓ бен, claro, «про... ло к маѓ 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 пресонаѓ фе ла деспедида. «Éл не лорава, а ми паде нумка лора. «Про... носi контраамос кон ѓѓ оѓ ќ сентіямос «лоси двоѓе ло маѓ сеѓуа маѓа 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 хоѓа. Но больше всего его взволновал последний вечер, прощание. Весь город его провожал, все пели, плясали. Мать не могла провожать его, она болела. А отец стоял в стороне, пока все пели. Грустный какой-то и молчаливый. Когда он посмотрел ему в глаза, он понял, что они думают об одном и том же. Увидится ли они когда-нибудь или нет. Ты что, издеваешься? Столько время тебя учили, ничего у тебя не получалось. Оказывается, ты можешь? Бальтон бил Испанию и ничего не понял. Луиса, а вам никогда не хотелось вернуться в Испанию? Мне? Я не могу. У меня муж русский. И дети тоже русские. Ой, а что ты, Луиса, по-моему, я сама сейчас с ней поговорю. Ты иди в комнату. Луиса! О-ося, дома. А Пуэрто-де-Мар-Jалин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иди сюда, я ухожу Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Собери тут, чтобы грязи не было, ладно? Дима Торзок Главное, скажи ей, чтобы она никуда не уходила, хорошо? Дима Торзок 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 Ещё одну чашечку для молодого человека. Хорошо? Достань-ка, пожалуйста, тетрадь. Там из шкафа на третьей полке. С края. Да-да, спасибо. Ну-ка, прочти мне страницу, которая лентой заложена. Руссо в дижонской диссертации на вопрос, как влияют науки и искусство на нрав людей, ответил отрицательно. Нет-нет. Считай только то, что подчёркнуто красным карандашом. У нас мало времени. Несмотря на то... Ой, нет. Нет сомнений, что разделение церквей отъединило нас от Европы. И что мы не принимали участие ни в одном из великих событий, событий, которые её потрясали. Но у нас было своё особое предназначение. Эта Россия, это её необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Положа руку на сердце, раз не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка. Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератор меня раздражают, как человек с предрассудками я оскорблён. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал. Из письма Пушкина Чаадаеву, 19 октября 1836 года. Иди, иди, открой. Ой, я, кажется, не туда попала. Иди, иди, иди. Субтитры сделал DimaTorzok Да? Игнат, ну, как ты там? Все в порядке? Ага. Мария Николаевна не приходила? Да нет. Приходила какая-то. Не в ту квартиру попала. Ты бы там занялся чем-нибудь. Только хаоса не устраивай. Или позови кого-нибудь в гости. У тебя есть знакомые? Ребята, девочки? Из класса. Они... Да ну их. Я в твоем возрасте уже влюблялся. Во время войны. Такая рыжая-рыжая. И губы у нее все время трескались. До сих пор помню. За ней еще наш военрук бегал контуженный. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а ты? Куда ты стрелял? Думаешь, я не видел? Ты вверх стрелял. А за это знаешь, что тебе? А чего я сделал? Как это чего? Там же никого нет. А если бы был? Где? Там ведь деревья. А если бы кто на дерево залез? Кругом была команда. Ну, чего, чего безобразить? Положи винтовку на место. Я и повернулся кругом. Устав строевой службы проходил? Проходил или нет? Кругом по-русски означает кругом. Именно то, что я сделал. Поворот кругом, как мне кажется, означает поворот на 360 градусов. Каких, каких еще градусов Асафьев? Кругом. На огневые позиции. Шагом. Марш! А я тебя за родителями отправлю. За какими родителями? За такими, какими надо. Что за огневая позиция? Не понимаю. А ну, ложись на мат. А Асафьеву родители в блокаду померли. Винтовки ТОС номер восемь. Приклад. Дула. Сам ты дула. Асафьев. А что ж тут такое дула? Асафьев. Гранату, быстрее! Ребята, где граната? Выбор! Давай сюда пойдем! Это лимонка, я такую школьную плакать видела! Давай, вот, пойдем! Сорвется! 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 Асафьев не надо! В угол! Сорвется! Сорвется! Убьет! Сорвется! 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 Вот так. 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 , , вот так. , вот так. , 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 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так. 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 Как Вы думаете? Вот только кольцо, оно не грубит меня, нет? Что с Вами? Вы знаете что-то нехорошо, sauce Library. Вы наверное с дороги устали, а? misma я как-то не сообразила. Вот, выпейте, согрейтесь, вообще. Заболталась я совсем. Ведь ужин надо готовить. Из дома-то, небось, когда вышли. Ох, спасибо. Да вы не беспокойтесь, пожалуйста. Ну, как же я вас так-то отпущу? Да мы ведь поели перед уходом недавно. Ой, что-то у него кашель какой нехороший. Да, да бегает везде, дети, знаете. Нужно обязательно, чтобы его Дмитрий Иванович послушал. Кстати, он сейчас приедет. Нет, спасибо, мы не сможем подождать. Нам ведь два с лишним часа идти. А как же, Сережки, деньги-то у мужа. Смотрите, как мальчик-то устал. А мы сейчас петушка зарежем. Только у меня к вам просьба маленькая. Сам, отьян, на четвертом месяце тошнит меня все время. Даже когда корову даю. Подступает прямо. А уж петуха сейчас, сами понимаете. Вы бы не смогли? Вы знаете, я сама... Что, тоже? Нет, не в этом смысле. Просто мне не приходилось никогда. А, так это пар пустяков. В Москве-то ведь небось убитых ели. А я вот это все делаю здесь, на бревнышке. Вот топор Дмитрий Иванович утром наточил. Это что, прямо в комнате? А мы тазик подставим. А завтра утром я вам с собой курочку дам. Вы не думайте, это как призем. Вы знаете, я не смогу. Вот что значит наши женские слабости-то? Может, тогда Алешу попросим? Мужчина все-таки. Нет, ну зачем же Алешу? Тогда держите. Держите. Крепче держите. А то вырвется, всю посуду переведет. Ну-ка. Ой, что-то мне все-таки... Ну! ears. С NFCT- СНОК СНОК Это а facebook. СНОК Ничего, успокойся, ничего, все будет хорошо. Жалко, что вижу я тебя, только когда мне уж очень плохо бывает. Ты меня слышишь? Да. Вот я и взлетела. Что с тобой, Маруся? Тебе плохо? Не удивляйся. Это так понятно. Я люблю тебя. А вы что, уходите? Поздно. Ну, а Сережки? Сейчас Дмитрий Иванович приедет из города. Деньги-то у него. Нет, нет, мы передумали. Извините, ради бога. Пятнадцать верст до города-то. Куда же вы на ночь-то глядя? Ничего, ничего. Вы не беспокойтесь, пожалуйста. У человека тело одно, как одиночка. Душе осточертела сплошная оболочка с ушами и глазами величиной в пятак, и кожей шрам на шраме, надетой на костяк. Летит сквозь роговицу в небесную креницу, на ледяную спицу, на птичью колесницу и слышит сквозь решетку живой тюрьмы своей, лесов и нив трещотку, трубу семи морей. Душе грешно без тела, как телу без сорочки. Ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки. Загадка без разгадки. Кто возвратится вспять, сплясав на той площадке, где некому плясать? И снится мне другая душа в другой одежде, горит, перебегая от робости к надежде, огнем, как спирт без тени, уходит по земле на память гроздь сирени, оставив на столе. Дитя, беги, не сетуй над эвредикой бедной, и палочкой по свету гони свой обруч медный, пока хоть в четверть слуха, в ответ на каждый шаг и весело, и сухо земля шумит в ушах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все будет зависеть от него самого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да нет, это он так считает. Оставьте меня в покое. Простите, вы что-то сказали? Оставьте меня в покое. В конце концов, я хотел быть просто счастливым. Да? А что будет с матерью? С твоей матерью, если ты не встанешь. Ничего-ничего. Все обойдется. Все будет. А? 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 Тебе кого больше хочется, мальчика или девочку? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok